До того, как Варпач стал известен, он был рокером и играл на гитаре, чтобы клеить тёлочек. До того, как Варпач стал известен, толчок к развитию его канала дал один серьёзный игровой проект. И до того, как Варпач стал известен, власти чуть было не посадили его на бутылку за экстремистский мемас. Добро пожаловать на TLBlog.net, и сегодня ты узнаешь о жизни Варпача до того, как он стал известен. А пока короткая рекомендация. Вы мечтали увидеть игру про Россию? Вот она! Некст РП, бесплатный симулятор жизни в открытом городе. Ты можешь шатать гопников, погоняться с ментами или открыть бизнес и пойти на работу. Огромный мир ждёт тебя, здесь у каждого своя роль. Скачивай по ссылке в описании и начинай играть уже сейчас. Кирилл Петров родился 26 лет назад в Новокузнецке в самой обычной семье. Вот это я и моя семья. Папа, брат, мама, я и собака Дезя. Это мы на природе с мамой, там сзади брат стоит. До 10 лет Кирюха рос под чутким взором мамы с папой, а потом ему самому пришлось переглядывать за младшим братом Даниилом, которому уже 16. У тебя какие-то проблемы? У меня есть брат Данил. Будущий летсплейщик признавался, что в их семье только брательник учился, да и продолжает учиться на отлично, получая стипендию. Батя был двоечником, мать крепкой троечницей, а наш герой просто умел выкручиваться. Боже, как я здесь учился вообще. Как это, как я смог здесь отучиться 11 лет, точнее 10. Я с третьего сразу в пятый перепрыгнул. Терпеть не мог литературу, зато рассказывать стихи наизусть получалось неплохо. Стихи я рассказывал всегда на пятёрку. Куда больший кайф Петрову доставляло проведение школьных дискотек. В моей же школе я был якобы диджеем. Парень уже в те далёкие годы называл себя варпачом. Видимо, ему очень сильно запал в душу шутер родом из 2006-го. Ну да, игрухи были всякое интереснее, чем уроки по информатике в его школе. Стоп, я сказал, в его школе? Нет, шараге Кирилла с этим делом было напряжно. Я из средней семьи, но в школу я ходил такую себе. Вместо того, чтобы решать такие сложные ребусы по получению новых знаний, Парень косил под рокера и предпочитал лобать на гитарке. Естественно, не просто так. Раньше играл, чтобы нравиться тёлочкам. Но так как вы видите, я с тёлочкой 6 лет... И должен сказать, он был весьма успешен в этом деле, раз по царски провёл выпускной. Пацаны потом все поехали в клуб, а я поехал к тёлочке. Кстати, с Катей Кирилл познакомился спустя полгода после окончания школы. Шур и Мур и начались с интересного диалога ВК. Я сказал, что укушу тебя за пятку. И это было ненормально. Несколько месяцев работы общались просто как друзья. Просто часами по телефону рассказывали. Это было жесть. Сейчас я такого не выдержу. Однако потом это дело переросло в более высокие чувства, и наша Ромео пригласила избранницу к себе домой отметить 18-й день рождения. Тогда Кирюха бахнул 14 стопок искусного русского напитка и нифига не почувствовал. Вот так выглядела Катя! Голубки вместе почти 9 лет, и у них прекрасное отношение. Но сколько же всего произошло за это время? Например, в Арпач получил аж два образования. Среднее специальное, помощник машиниста локомотива электровоза, на которого он пошел сразу после 11 класса. А в позапрошлом году закончил заочку по государственному муниципальному управлению. Там, кстати, была одна интересная история. Филиал вуза в Новокузнецке закрывали, и Кирилл не знал, что делать. Говорят, что тот филиал закрывается. Но в итоге все вопросы порешались, студент успешно защитил диплом, чтобы ты, уважаемый зритель, мог похвастаться, что смотришь летсплеи и влоги не от какого-то дилетанта, а от дипломированного специалиста. Пускай и учился он так-сяк из-за взлета ютуб-канала. Последние два года учился плохо, просто не посещал, потому что там у меня поднялся мой ютуб-канал, вам нужно было больше видосов выпускать. Кстати про ютуб. На площадку Кирилл залетел в 19 лет, а первыми роликами стали летсплеи по играм Penumbra и Condemned Criminal Origins. По словам начинающего блогера, записывать видео приходилось ранним утром, поскольку времени было в обрез, ведь он не только учился, но еще и подрабатывал. Честно говоря, я так и не понял, кем именно трудился в Арпач, но его мама в одном из влогов обмолвилась, что кем-то на вокзале. Труды Петрова не пошли на смарку, и уже спустя полгода после активного выпуска видосов его летсплеи, вернее летсплей совместной с Катюхой, пролайкал официальный канал Игромании. Канал Игромании, все эти три видео понравились. Они говорят, что следят за моим проектом, за моим каналом. Все бородатые годы лайк видоса был самым эффективным методом продвижения, так что это, думаю, нифига подсобило начинающему блогеру. По крайней мере, внушило веру в собственные силы. Серьезные результаты появились спустя год после начала съемки видео, когда Арпач нашел свою золотую жилу под названием GTA. До GTA были тысячи просмотров, с GTA счет пошел на десятки тысяч. В течение нескольких лет он покорял вершины Ютуба со своим кентом, Гранд Леоном. Целых два года, аж до 2015-го, Кирилл пилил ролики исключительно по Grand Theft Auto, пока мир не увидел его дебютный влог. Арпач, человек, который любит снимать все подряд, выпустил первый влог только спустя три года после того, как открыл канал. Удивительная штука. Всем привет, с вами Кирилл. И вот начало моего видеоблога. Сразу-сразу быстро сейчас все расскажу. Однако Кирилл все делал правильно, раз его деятельность радовала и его самого, и подписчиков, которых, между прочим, Ютубер к 22-м годам настрелял 50 тысяч. Каждый из вас является частью этого канала. Думаю, с тех пор Варпач мог смело заявить. Во-первых, у него в рекламодателях появилась компания Sony. Мы решили провести этот замечательный конкурс вместе с компанией Sony. Во-вторых, летом нашего героя пригласили на видеобл в Москву. Добираясь туда, Кирилл впервые в жизни ощутил радость полета на самолете. Вообще, мы самый первый перелет. На мероприятии он был вместе с Гранд Леоном, Джесси и Вавандером, с которым тоже катал в GTA. Вообще, с кем только за свою карьеру варпачника лабел? Оген Контра, Клауд, Ледженд, Кот. И это не говоря уже о пацанах из банды Ютуб. Йоу-йоу, ребята, привет! Я сейчас сделал минус 2, с вами Такс и Варпач. Кстати, с Филиппином Петров познакомился еще в 2014 году. Ну а с бандитами начал катать только в конце 15-го, а позже. И сам стал неотъемлемой частью объединения. С Варпачом мы знакомы где-то с начала 14-го года. В принципе, даже до вступления в банду дела у Варпача шли неплохо. Ведь всего спустя полгода после набора 50к, то есть в августе, на его канале было уже 100 тысяч подписчиков. У нас уже с вами больше 100 тысяч человек на канале. Именно об этом периоде говорил Кирилл, когда рассказывал, что в связи с ростом канала пришлось забить на универ и больше внимания уделять контенту. Брать новые вершины блогер решил с разоблачения розыгрышей IGM. Ну, помнишь, всем и поделись записью и получи BMW. А потом весь контакт чуть ли не сутки лежал и со сотен тысяч репостов. Где длинный адрес, мать твою? Все такие классные актеры, так все классно, постановка. Тогда все обошлось ровно, в смысле без судебных разбирательств, а прецеденты имелись. Ведь IGM, по словам Варпача, другим людям грозили исками. Но не прошло и пару месяцев, как Кириллу прилетел привет от властей за... ...пропаганду, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики. То есть за мемаз. Меня предплекают к административной ответственности, пучаны. Как это работает вообще? Вот так и работает. Пришлось писать объяснительную, прямо как в школе за опоздание на урок, только намного серьезнее. Я раскаиваюсь и обязуюсь удалить фотографии, имеющие признаки атрибутики фашистской символики. Но все обошлось. Кирюху, к счастью, не упекли в каземат и даже не посадили на бутылку. И буквально сразу он выложил один из первых видосов с кофе, который еще тогда носил Ник Кофи Вайт. Варпач и Кофи Вайт, а также куча, куча подписчиков. Это довольно важное событие, так как, повторюсь, именно с конца 15-го лет сплейщик начал активно интегрироваться в сообщество банды Ютуб. Но главный хайф Варпач тогда ловил с других роликов. Речь идет о видео из серии «Девушка играет». Эксплуатируя Кате, удалось собрать миллионы просмотров. Но о подобных роликах вышло меньше 10-ти. В дальнейшем Варпач в основном катал в GTA и CS Кос Кофи. Чаще стали появляться Клейн, Стакс, Фокс и Филиппин. Вообще 2016, то есть год, когда Кириллу исполнилось 23, получился очень насыщенным на события, притом довольно разные. С одной стороны, блогера с девушкой обманывали с квартирой. Один раз на 5 тысяч, второй на 10. Накинули пятак за то, что нам нету 25 лет. Почему нам не было сказано, что нам нет 25 лет и с нас берут дополнительную сумму? Затем Варпач посеял камеру. Потерять камеру для видеоблогера – это как потерять частицу себя. Потом, когда ребята были в Томске на днюхе Супер Евгехе, у них скоммуниздили телефон. Не твое, не бери, не трогай, не смотри. Нельзя так поступать. Думается, мне весь этот негатив из-за того, что в начале года ютубер проводил конкурс с коллегами по цеху, среди которых был Ферамир. Назначить конкурс вместе с нашими ютуб-коллегами, да, Катюха? Такими вот ютуб-коллегами, как Ферамир. Если серьезно, то как бы Варпач тогда не ругался, что все идет через жопу. 16-й выдался для него крайне удачным. И отрицательные моменты кажутся, ну, какими-то смешными на фоне положительных. Во-первых, он купил собственную квартиру. Во-вторых, он много путешествовал, побывал в Германии на геймскоме с Димой Купленовым. А после вместе с Катей, Кофе, Филиппином и Квантумом посетил Париж. И самое главное, осенью 16-го произошла... Историческая по... На канал Варпача подписался миллион постоянных зрителей. А, чуть не забыл, еще Кирилл отснял совместный летсплей с Винди. Зная как любят Винди, думаю, кому-то может показаться, что это событие, которое мы не могли оставить без внимания. Висеть не хочешь, сладенький? Ты так долго меня мучил, я тебя повешу! Год закончился на мажорной ноте. Хоть Кирюха и погундел, мол, почему с ним постоянно происходят какие-то приключения. Но в итоге он поступил очень по-доброму. И в канун Нового Года спас на дороге собаку, которую, по всей видимости, кто-то сбил или вообще выбросил. Я еду и думаю, вот сейчас все празднуют Новый Год, все празднуют, всем хорошо, а эта собака просто лежит на обочине. Мне кажется, ее кто-то задел, сбил и просто уехал. В общем, блогер стал героем в глазах своей аудитории. Поэтому неудивительно, что когда два с половиной года назад Хованский со своим диссом наехал на Лос-Плэйщиков, именно 24-летний Варпач решил вписаться за комьюнити. Я думаю, ты был дико голоден, иначе как объяснить наше видео на заднем плане в твоем клипе? Ведь ты подписан на мой канал уже более двух лет. Однако вместе с популярностью появились не очень приятные моменты. В течение года его буквально сервализировали фанаты, после того, как узнали, где живет Кирилл. Это было в начале 17-го. Званивают, нас кучают в дверь. В конце 17-го. Ко мне снова встречались эти школьники. И в начале 18-го. Другой. Сюда зови. Паш. Об этих выходках мы подробно рассказывали в топе назойливых подписчиков на нашем втором канале. Ссылка на ролик будет в описании. Вообще, про позапрошлый год в контексте жизни и творчества Петрова особо ничего не скажешь. Много путешествовал, побывал вместе с кофе в Лос-Анджелесе, а потом еще и посетил Нью-Йорк. Ну и много работал. Выпускал кучу роликов по CSGO, GTA 5 онлайн и набрал 2 миллиона подписчиков. Поздравляю! Варбач поработал на славу и нехило задолбался. Ребят, вообще в этом году я спал максимально мало количества времени. После напряжного года неплохо отдохнул, полетев в Дубай в самый крутой, единственный в мире семизвездочный отель. Прихватив с собой Катю, ну и конечно же Олега Кофе. Мне страшно сидеть за рулем такого зверя. Добрались они, кстати, тоже не на кукурузники, а бизнес-классом за 250 тысяч. Но самое главное, в Эмиратах Кирюха испытал и влюбился в Теслу. Тесла это моя мечта, мне очень нравится. В общем, отдых удался на славу. Варбач, я уверен, вернулся полным силой идей. Но ближайшие недели, если не месяцы, были обращены страшным событием. Незадолго до 25-летия нашего героя умер его отец. Кстати, молодой мужик, ему было меньше 50. Только что позвонила мама и сказала, что папа умер. Я прямым текстом говорю, что я выкладываю это видео, потому что мне действительно так легче. И тут хочется выразить просто респект ютуберу за то, что не расклеился, а понял, что жизнь продолжается. И жизнь нужна для своей семьи и для себя самого. Это я к тому, что он и маму с братом на море свозил, и себя, любимого потом порадовал Теслой Model X за 17 миллионов. Это мечта. Интересно, что Кирюха сказал, что это его первая тачка. Первая машина. Быть может, счастливчик имел в виду первая личная тачка, ведь до приобретения детища Илона Маска он несколько лет откатал на басиной праворульной Тойоти Спринтер. Не куплю я новую машину. Знаете почему? Потому что мне моя нравится. Но все же перед электричкой за 250 тысяч долларов блогеру стоять не смог. Думаю, даже те зрители, которые не слишком любят тачки, были не против этой покупки. Ведь без нее клип 3000 тысяч на 3 миллиона подписчиков, которые стукнули год назад, получился бы не таким эпичным. Жизнь быстрая, как Тесла, но сладкая, как маршмеллоу. Хот ищ, хот ищ, хот ищ, и нас уже 3000 тысяч, 3000 тысяч. С другой стороны, многие находились в недопонимании и офигевали от происходящего. Аудитория предъявляла блогеру, что он катает на дорогущей машине, носит лакшери шмотки, отдыхает на широкую ногу, а сам живет чуть ли не в клоповнике. Однако Варпач забил на все закидоны болты спустя год после приобретения Теслы себе. Упил Теслу еще и девушке. Мы нашли машину для Екатерины и теперь в конце этого ролика можно сказать, трешка будет записана на твое имя. То вот я думаю, пердаки хейтеров и сторонников рациональной траты денег бомбанули еще сильнее. У завистников они и так остались пылать, а вот те, кто просто не понимал подобные траты Кирилла, могли расслабиться. Дело в том, что новая квартира у вас с плейщика есть, она давно куплена. Да не просто квартира, а целый пентхаус. Другой вопрос, что там до сих пор стоят фактически голые стены, поскольку строители больше года не могут довести до ума второй этаж из-за раздолбанной крыши всего дома. Вот так вот капают, капают денежки. Вы понимаете, что прямо сейчас у меня стоит ремонт из-за всей этой головной боли. А управляющая компания, мягко говоря, не идет навстречу. Вот так вот наеб... меня на... наеб... меня. Если хочешь узнать об этой ситуации подробнее, смотри вторую часть нашего выпуска ТОП-10 Домов Ютуберов, ссылку на которые ты отроешь в описании. Интересно, когда же закончится эпопея с новым жильем? Надеюсь, быстрее, чем он получит бриллиантовую кнопку. Впрочем, это уже совершенно другая история. Это была история Варпача до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал и следите за историями славы самых топовых отечественных западных звезд и явлений. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.